Итак, дорогие друзья, мы вновь в Бухаресте. Мы продолжаем следить за турниром по кикбоксингу под названием Супер Комбат. И следующий поединок, который мы с вами увидим, это бой в легком весе. Кристиан Спетку против представителя Греции Ставроса Экзокустидиса. Кристиан Спетку в последних поединках только лишь победы он одерживал. Шесть к ряду, правда, всего одна нокаутом. Напомним также, что был очень сильным любителем. Кристиан Спетку проиграл в финале Чемпионата мира ВАКО нашему Шамилю Гаджимусаеву. А в полуфинале оказался сильнее известного австрийца Саши Ювановича. 16 боев провел на профи ринге, 14 побед одержал, 3 нокаута, 1 ничья и 1 поражение. Его рост 1,69 м, но сейчас представляет его соперника, поэтому давайте о нем поговорим. Ставрос Экзокустидис по прозвищу Нирвана. У него рекорд очень приличествующий. 56 боев, 48 побед, 34 нокаута, 8 поражений. Многократный чемпион Греции. Начал свой бойцовский путь с кикбоксинга ИК-1 18 лет назад, то есть в 10 лет он начал свой бойцовский путь. Его любимый удар, как и у многих, это удар коленом в прыжке. Его любимый боец Майк Замбидис, неудивительно. И говорит о том, что очень хочет сделать так, чтобы его страна им гордилась. Кристиан Спетку носит прозвище Поло. Напомню также, что Кристиан Спетку является большим поклонником бухарестского «Динамо». И был он таким настоящим фанатом ранее, даже ездил на выезды. Возможно, даже и хулиганил, не знаю. Так, Ставрос Экзокустидис против Кристиана Спетку. Если честно, грека я вижу впервые. Что умеет Кристиан Спетку, я прекрасно знаю. Это великолепная скорость, это потрясающая комбинационная работа. Безумный, просто сумасшедший настрой. Но не знаю, если у Экзокустидиса любимый боец это Майк Замбидис, то, возможно, он покажет нечто подобное, как железный Майк. Как всегда на таком челноке действует Кристиан Спетку. Очень много двигается по рингу. И сам он в своем интервью говорил о том, что один из его основных козырей – это, конечно же, работа на ногах. И я прекрасно помню, как он столкнулся с соперником, который был сантиметров на 15, наверное, выше него. И вот как раз за счет феноменальной работы ног Кристиан Спетку одержал победу. Но мы слышим, что у Ставроса Экзокустидиса тоже есть болельщики в зале. И пока что их слышно значительно лучше, нежели поклонников Кристиана Спетку. Напомню, что это со-главное событие нашего сегодняшнего вечера. Впереди нас ждет титульный бой. Полтора минуты до завершения первого раунда. И вот болельщики Кристиана Спетку наконец-то начинают включаться. Хороший левый боковой от Грека. Используют пока одну и ту же комбинацию в работе руками. Правый прямой, левый боковой Спетку. Попытался пробить в туловище Экзокустидис. Хороший лоу, но тут же опять корпус щупает своего оппонента Ставрос. Ох, попал, попал! Великолепный правый боковой от Ставроса Экзокустидиса отправляет Кристиана Спетку в довольно тяжелый нокдаун. Не знаю тут, чему он разводит руками, нокдаун был стопроцентный и довольно тяжело упал, кстати, Кристиан Спетку. И Экзокустидис пошел добивать. 30 секунд еще работать в первом раунде и все возможно. Кстати, в очень похожей ситуации мы помним, оказался и Богдан Стойко, когда поехал на турнир Глори пытать счастье. И также он попытался напрыгнуть на своего оппонента. И в итоге схватил от него жесточайший просто удар справа и был приземлен с небес на землю. Опять попадает. Еще раз достает своего соперника Экзокустидис. И, конечно же, этот раунд за ним. Вне всяких сомнений. Это неожиданно, прямо скажем, потому что Экзокустидиса я вижу впервые. И меня он очень приятно удивляет. Не знаю, как вас, уважаемые друзья, но молодец. Да, и там еще ревом боковым потом добавил Экзокустидис. Поэтому не грех тут было поплыть. Второй раунд. И теперь уже Ставрос почувствовал уверенность, пошел вперед. Начинает поддавливать своего оппонента, планируя развить свой успех. И опять он попадает. Посмотрите, попадает с обеих рук. Немного потерянным выглядит сейчас Кристиан Спэтку. Попал слева. Очень здорово. Экзокустидис. Абсолютно не реагирует на удары соперника, на точные удары соперника, я имею в виду Экзокустидис. Так-то он, конечно, на них реагирует. И снова очень хорошая встреча. Снова комбинация, жесткие удары. Экзокустидис пока делает все для того, чтобы сотворить, наверное, пока главную сенсацию сегодняшнего вечера. Поражение Кристиана Спэтку, я думаю, организаторы уж никак не ожидали. Это одна из главных звезд турнира. Попал. Вот сейчас зацепил Кристиан Спэтку соперника. Улыбается Экзокустидис. Оу, есть! Падает, падает Кристиан Спэтку. Еще один нокдаун. Слишком уверовал в свои силы Кристиан Спэтку. Забыл об обороне, начал обмениваться. И, пожалуйста, расплата. А ведь еще целую минуту боксировать это много. Попадает, попадает Экзокустидис. Это был толчок руками. Это не удары. Да, сейчас очень тяжело придется Кристиану Спэтку. Особенно, если он хочет выиграть этот бой. Два нокдауна в каждом из раундов. Причем нокдауны тяжелые. И опять, посмотрите, цепляет соперника правым и левым. Экзокустидис. Зацепил соперника коленом сейчас. Спэтку, ну, именно зацепил, не ударил. Подсечечка. Прекрасный раунд для Экзокустидиса. И телеканал Евроспорт 1 зарегистрирован 4 сентября 2014 года. Федеральные службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ, электронный номер FS-7759264. И телеканал Евроспорт 1HG зарегистрирован 4 сентября 2014 года. Федеральные службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ, электронный номер FS-7759271. Федеральные службы по надзору в сфере связи. Ну что ж, третий раунд. Кристиан Спетку должен сейчас совершить настоящее спортивное чудо для того, чтобы перевернуть ход этого боя. Ну, по крайней мере, два нокдауна оформить, а там посмотрим. Сейчас пропускает, кстати, хайкик, не очень мощный. Кристиан Спетку еще слева достает соперника Экзакустидес. Ставрос полон желания выиграть бой нокаутом. Нокаутировать соперника на глазах у его же болельщиков. И Кристиан Спетку принимает эти правила игры. И он собирается обмениваться с очень жестко бьющим для этого веса Ставросом Экзакустидесом. Опять цепляет и левым, и правым своего оппонента Экзакустидес. Попал Спетку, но не жестко. Еще раз достает и сам отлетает канатом. Пока что, вот я сегодня говорил о том, что серия победная Кристиана Спетку длится уже шесть поединков. Похоже, что сегодня она прервется. Измотан Кристиан Спетку, но как настоящий боец, как настоящий воин. Он пытается переломить ход схватки, но не очень пока получается. Пытается и коленями пробивать, но Экзакустидес очень хорошо прикрыт, очень надежно. Позволил я себе некое сравнение Экзакустидеса с Железным Майком, который является кумиром Ставроса. И вы знаете, что-то определенно есть. По крайней мере, мощь в ударах Экзакустидеса присутствует. О, не знаю, был ли это разрешенный прием сейчас, но, видимо, по мнению рефери, да. 40 секунд. И опять попадает левым боковым. Спетку достает соперника. 30 секунд. Кристиан Спетку изо всех сил старается нокаутировать своего соперника, делает для этого все. Но Ставрос Акзакустидес неумолим. Чуть было не выпал за канаты сейчас. Попадает Спетку. Попадает. Очень драматичный бой. А вот этого сейчас не нужно делать совершенно точно. Не нужно выпрыгивать, иначе бойца могут просто-напросто дисквалифицировать. И это будет в высшей степени обидно. Звучит финальная гонка, и всем все понятно. Ставрос Акзакустидес с двумя нокдаунами одерживает более чем убедительную победу над своим соперником. Более чем убедительную. Более чем убедительную. Да, причем я так понимаю, что это угол Ставроса и Экзакустидиса возмущался там каким-то обстоятельством. И, в общем-то, если бы они продолжили это делать, то судья имел формальное право дисквалифицировать греческого спортсмена. И вот это было бы, конечно, очень обидно. Очень. Не знаю, почему спортсменов не раздевают и продолжают восстанавливать. Неужели они верят в то, что судьи пойдут на то, чтобы назначить дополнительный раунд? Если так, то судья им просто нужна собака поводы. Да, это большая победа для Ставроса и Экзакустидиса. Наверняка мы его еще увидим на турнире Супер Комбат. И это очень хорошо. Так, находимся мы в ожидании главного события. А, и сейчас, я так понимаю, что будет небольшое блиц-интервью. Супер Комбат. Супер Комбат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ...for Romania, who wants to make a challenge...